Смотришь таки! Короче, я разогнался и решил этого товарища подвинуть. Думал, снесу. Нет, я его только подвину. А когда они разогнались, переняв нашу тактику, я понял, что я уже лечу и понял, что сейчас будет больно. Короче говоря, я просто сгруппировался, но у меня от удара завязанный шлем слетел. Ты представляешь, с какой силой я грохнулся. Это моё счастье, что вот, короче говоря, до большого камня не долетел, а вот такой маленький, торчащий из земли. Ко мне они такие ладожане подъезжают. Макс, вставай! Не трогайте меня. А я лежу ребрами на этом, и мне не вздохнуть, не певнуть. Вот я стукнулся боком и такой думаю, у меня интересно, ребра в порядке или нет? Я по старой привычке шепотную груздоломарю уже так это... Голи нету, уже хорошо. Дальше так начинают дышать. Ну так себя подняли. Такой, и уйдите отсюда, говорю, душевые. Так что вот, ну, в общем, было забавно, конечно. Но ключевое, мы же не знали, что там никого нет. Мы, понимаешь, первый час, когда мы шли, мы высылали дозоры. Мы высылали дозоры, смотрели, все высказывали предположения, где разбойники, где противники. То есть, прикольно всегда... Разбойники кто были? Разбойники были Ладога и РБ. Соответственно, было три команды, которые искали вот эти вот сена. Самое интересное, гавран такой, говорит, Макс, говорит, ну не было у вас, вы не нашли хворост. Так вы же могли сами его собрать. Лёва, говорю, гавран, у меня эта мысль, с первым образом, мне вообще, чисто она... До того момента, как я понял, что мы просрали место, я знаю, где оно, у меня возникла идея, просто следующее взять... Серёг, как оно? Да, не знаю. Надо выпить сначала полностью, а потом закрыть. Вот, у меня возникла идея. Мы все сейчас собираем хворост, перевязываем его. Я же видел, какие вязанки они делали. Одного человека отправляю на точку, чтобы он кинул верёвку, и мы приносим. Упс, и говорят, ой, что-то уже он нечисто, это не спортивно, это мужчина, короче говоря, и всё прочее. А гавранчик такой, а что ж вы хворост сами не собрали? Блин, гавран, где-то раньше был, в тот момент, когда меня весь, вся моя команда зачморила и сказала, фу, таким быть, колдаком. Он такой, не, ну это ж очевидно. Я такой, да, говорю, гавран, это очевидно. Вот то самое. Да. Это продукт. Жизнедетели сочетались. Мы о своём настоял. Кстати, твоя бутылка из-под Куан-Кро стоит в полу землянки, в которой ты наставил такую же штуку или хреновуху и забыл её, то ли после зитника, то ли после прошлого сапайли. Бывает, бывает. Я так просто вот выпив... Она стеклянная? Да. А бутылки из-под Куан-Кро какая может быть, по-твоему? Да всякая. Я в пятинатровых пластиковых нас доставил. Это как, знаешь, мне такие, мы приехали на какую-то ролёвку на базе под Питер. Мне говорят, Макс, текилу будешь? Да. Я такой, да, в принципе, могу. А чего? Выставляйте десятилитровые канистры. Это текила. Ну, мы только перебили старые. Я, значит, успеху с ними. Вообще-то, они продаются по две пятилитровых. Я уже заподоживал неладное. Но когда они открыли пробку, знаете, когда кот сходил в туалет, ты его долго не выносишь. Вот именно этот запах. Короче. Аммиака? Ну да. Я вот не знаю. В общем, короче говоря, один раз текилу я пил точно, короче, Рома Расистов привёз полторашку такую огромную, короче говоря, из Мексики. И мы с ним с одним лаймом её выпили. Короче говоря, вот я помню запах той текилы. И когда я почувствовал вот этот кошачью мочу, он говорит, «А где вы взяли?» Они говорят, «Ой, это дело под Питером происходит, на ролёвке по Гарри Поттеру». Они говорят, «В Новгороде есть такое место?» И всё, короче, говорят, надо было брать коньяк в Новгороде, а не текилу. Потому что коньяк с кока-колой ещё, новгородский, вот этот, пятилетром, в канистрах, коньячный спирт ещё идёт комси-комса. Но текила... Да! Да! Кива, третий Вадимовый глаз. Да Вадим, ты такая царя. Спасибо, Серёж. Чудист. Всё, это можно закончить. А теперь вы решаете последствия моего по 100%. Нет, на самом деле сегодня очень страшно. Я успел сохраниться. Серёжа исполняет желание. Так, я сказал, ты ещё снова пустил. У тебя осталось одно желание. Одно. Ты подумай хорошо. Одно. Последнее. Делик просит. Серёж. Нет, на самом деле я тут посмотрел на видяшку, где гордый Серёжа трогал пушку и катал. Да. Поучаствовать. Нас поставили пушку. Это ладно, это видео нет, как мы её пьём из фонда. Она же блафета была. Чёрзелая, 250 килограмм. Что за пушка? Пушка 17 века. Пищарка. Пищарка. Чугунь, да, пищарка. с надписями после реставрации. Лафета нет. Лафет заказан на воде. Поставили у нас в музее, где старая экспозиция в конце, где 17 век. Там, где знамя висит, там такое большое. Роллафет вообще реконструкция классно. Перли как руками? Да. Ну как, с помощью машины руками там лом вставляют в ствол. Короче, мы попеем цело. Так вот, о чём мы говорили в видео, когда сказали, как раз ты, знаешь, вроде бы стоит хорошо, говорит, вот там в Вологде сделали. до окончания реконструкции, то есть до 17-го года. Думаю, ты теперь после лома, да, реконструировали? это в 17-м хотят белую башню делать, уже получили набросы, я так понимаю. Ты должен ещё раз сказать. Это Никита его видит. Есть! Ладно, Пилин, руку не отрывай. Никита. Так. Сейчас я тебе ударю. Давай. Всё. Пилин, а мне кажется, нам надо шуметь. Да, 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 да. Не, бей его. Нормально. Попрошь к Мику, ёл. Это два негра в чёрной комнате перед угольным. Или мешки надо было дать угольные. Мне кажется, мешки надо поменьше. Никита. Никита. Да. Я тебя сейчас убить буду. Давай. Да, нам надо шуметь. Давай, бей его, бей его, бей его. Ну, чё ты стоишь-то? Иллин. Я тебе въезжу. Правила. Правила. Нет, нет, нет. Правила. Нет, нет. Нему штрафной. Штрафной тебе балл. Он не ответил. Сейчас, сейчас, бей. Ну, давай ты. Никита. Да. Вы знаете, что соседи видят из-за к нам? Я тебе сейчас влежу. Давай. Он чувствует, как с копейка ходит. Аккуратнее. Слушай, давайте более экстремально. Кто может пожертвовать сундук? Так-так. Ну, всё, а? Всё, а? Есть сейчас? Я нет. Вася. А, Вазя привез сундук. Давайте что-нибудь поставим другое, потому что скамейк идет. Он маленький же. Что? Ещё смешнее. Ещё? Готовы? Да. Кто первый начинает? Давайте я наступил. Всё, поехали. Рома начинает. Лёха. А? Скажи, где ты конкретно? Я тебя сейчас ударю. Давай. Не попал. Не попал. Не попал. Ну? Ром. Что? Сейчас тебя бить буду. Ну, давай. Смотри. Яблочко. Лёх. Лёха. А? Я тебя буду бить. Давай. Смотри, он будет, конечно. Что делать? Давай. Что такое? Что такое? Я сейчас тебя бить буду. Не надо. Не надо. Не бей. Я хочу сказать что-то. Давай. Лёха. 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 Я сейчас тебя буду бить. Да, да. Не, не. Да. Лёха. Он у вас прицел бил. Мимый. Что? Что? А счёт кто-нибудь. Счёт. Фу. Какая разница? О! Два-один. Что? Оль-два мне кажется. Я тебя бить буду. Нет. Не, два-один. Два-один. Я не пользую. Ну, давай. Она волшебными фразами, поэтому попадает. Всё. А теперь Никита, отдохнувший, идёт и бьёт Димана. Давай, Диман, просим. У нас есть дежурный. С соплями уже. Просим, просим. Это Никита, как самый мастер. Мастер йода? Обязательно два раза отвечать? Один. То есть я тебя спрашиваю, ты говоришь да, я говорю, я тебя ударю, ты говоришь давай там или что-нибудь ещё. Потом я бью, понял? Кто первый? Набей уже. Никит! Я тебя сейчас ударю. Давай! Лиман! Да? Я тебя буду бить. Руха не убирает, надо поздать. На возврате попал, не считается. Не считается. Никита! Да? Я тебя сейчас буду бить. Давай! Давай! Диман! Да! Сейчас я тебя ударю. Давай! 2-0! Никита! Да? Сейчас я тебя буду бить. Давай! 2-0! Никита! Да? Хорошо, хочу. С опытом помаши! С опытом помаши! Созними их! Победа! О! Нет! А в ходе? Теплее. Клещ не участвовал. А я кинооператор. Давайте ещё пресса себе повесь. А кто-нибудь поснимает? Давай я подержу. Нет! Снимай. Только резкость надо вручную крутить. Да ладно! Да сто процентов. Ну давай. У меня твоя авоська есть. А кто с кем-то? Слышь, может свой вкус раз вернуть? Да, давай. Ну давай. Снимай. На лестницу. Снимай. Особенно хорошо... Вот здесь вот... Стой, стой, стой. Вот, смотрите. Вот здесь вот глазки сделать. Да-да-да! Прикольно. Такой борт. Вот мешок. Вот здесь же скамейка. Касаешься рукой скамейки. А кто против меня-то? Я-я! Сейчас, погоди. Где мешок? Я-я! Люблю такие фильмы! Ой-я-я! Макс, ты? Да! Ох, я тебя обидел. Держись! За лапку! За лапку! Ты не должен отпускать лапку. Ну давай. Макс! Ох, сейчас как... Замечу тебе... Ну давай! Попал! Клещ! Я-я! Сейчас ты получишь. Да ну! А-а-а-а! Ну, Макс, держись! Ага! Да! Бью! Давай! Очень! Давай! А-а-а-а! Сука! Сука! Плечь! Я-я! Ты еще живой? Не очень! Сейчас испарим! А-а-а-а! Ну, Макс, держись! Держусь! Очень! Да! Не, не попал! Не был! Не был! Попал по голове! Ну, попал как бы! Макс, попал? Не попал? Ребят! Попал, попал! Касательно был по голове! Я отсюда не видно было! Ну, надо, чтобы прям везал! 3-2! Да, вот давайте, кстати, так... Все! Все! Клечки прибавили! Касательный был! Он готов убивать! Да! О! Не, ну, со стороны прикольнее, да? Смотри! Так, а теперь победители! На абсолютных, так сказать! А кто у нас победил? Филин, Леха! Филин, Леха и Диман! О! Луча! И ты! Почему? Нет, 3-2! И ты и Клещ! А, Клещ победил? Клещ победил! Ну, значит, вот! А, и Клещ! Все! Клещ отдыхает! Филин и Леха дерутся! О! А-а-а! У нас по Олимпийской системе Чингис оказался у нас этим как его? Оператором! Так, где мой худ? Вот, вот там лежит! Конечно! Замотайте его! Еще его замотали! О, кто? Чингис! Не снимай! Ну, мясо надо! ... Он на кровку похож. Ну-ка, на что я похожа? Ну-ка, на что я похожа? Почему на что? Сахар такой. Вот, кучка. Так. Кто начинает? Давай я. Я тоже об тебя в кедре. Так. Так. Оговорить. Лёха! Да! Слушайте, а давайте без звуков. Давай! Давайте в финал без звуков. Ты чё это там? Елен! Так, сейчас бить буду. Давай! Считается, нет? Он же прошёл по дуге вот так вот. Попал, да? Попал, ну как бы попал, по идее. Лёх! Мне бить буду, да? А-а-а! Бить буду, говори! Давай! Давай! А-а-а! Елен! 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 А-а-а! Сейчас бить буду! Давай! Есть! А-а-а! 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 Ну что, до первого промаха, да? А-а-а! 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 Сейчас бить буду! Давай! Лёша, нет! Нет! Подсказывать нельзя! А я не говори защиту к козани! Нет! Ух! 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 Здоровый! Здоровый! Что это? Ну, можно? Ну, можно? Стоять! А-а-а! Жизка! Сделай мне больно! Ну! Следующий кто? Диман с кем-то должен быть? Ну, с победителем! С лечом! Диман с лечом! Диман с лечом! А-а-а! С лечом! Гусарыня! 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 А потом, короче говоря... А вон! У кого худ? Уччёрный! Второй! Вот! Вот! Уфа! 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 А сейчас! Серёжа! Который! Уходи! Мы на тебя не забрались! Задружая! Смех! Стоять! Это полуфинал, между прочим! Да! Давай, пошли! А что принц такой? Вот мыгл с хаменью! Пинопроб! А что там против-то меня? Дима! Ага! Ну давай ты начинаешь. Ну Дима ну держись. Давай. Даю. 1-0. Клещ. Не по нулям. Он не попал. Я бью. Руку держи. Руку держи. Да. 1-1. 1-0. 1-1. Ну Дима. А ты где? Тот. А я сейчас бить тебя буду. Давай. Нет. К помешку он не попал. Клещ. 2-0. Да. Бить буду. Давай. 1-1. Почему 1-0? 1-1. Он не попал по нему. Затки мне попадания не дает. Дима. Да. Сейчас как стукну. Думаешь? Уверен. 1-1. 1-1. Ледь. На связи. День буду. Давай. 2-1. Ну Дима. Суперфинал. Суперфинал. Ледь. Я. Давай. Ну что? Ну первый. Вася. Я тебя бить буду. Давай.iale. попал 1-0 дай голос там ну наверно скорее нет чем до 1-1 ты где 1-1 где тебя бить там ты задел рукой его а не мешком ты где тут второй вопрос да Да? Разбери, давай. Да, переигровка. Но в даре лучше раз все. Вася! Ась! А ты где? А тут. Все. Что все? Нет, нет, нет. А количество ударов равное? Количество ударов не равное. Диман же бил первый, поэтому у Васи есть возможность ответить. Ну, давайте. Если он попадает, они дальше бьются. Если промахиваются, все. Ну, и где ты? Там. А бить-то куда? Туда. Четко в шкалейку. Все. Слава чемпиону! Не поставил! Не отдал землю Псковскую. Бусурманам. Бусурманам. Новгород. Русский. Дима. Та-та-та-там, там, там, та-та-та-там. Там на дне, правда. Они не подготовились. Спасибо. Или нет. Благодать. Благодать. Ай, спасибо. Дочь Конунга. Плащ еще отдай. Плащ еще отдай. Плащ еще отдай. Плащ еще отдай. Первая бурка. Я состаром буду готова. Дышать. Под этим платьем вот это вот плоское. Оно очень красиво. Ах. Да. Так. Надо забрать худо. Да. А то они там... И отряхнуть с них сначала. Нет? Да. Давай. Здесь я могу книгу хитрости написать по поводу этой игры. Да, давай. Во-первых, тут надо мешком создавать и где-то там движемся. Но ты согласен, прикинь, что летом играть немножко иначе. Там звука шагов не слышно совсем. А ты знаешь, когда мы с фильмом только начинали, там наш каждый шажок, снег хрустит. А за то, смотри, я выиграл из-за чего? Из-за того, что я мешком вот там по снегу. И вон туда... Ха-ха, друг. Нет, тут хитрости надо. Вы играли... Я не скажу, что будет как-то плохо. Но вы вот... Я здесь. И вот... Не стоишь, ждешь. И стоите, да, ждете. А тут именно вот тут. А вон тут туда. Эх, ты что? 2-0. Нет, ребят, тут именно вот это хорошо. Я бью. Давай. Рекомендации. Ригу. Вот можно на эссаморге сделать. На эссаморге, да, можно. И сундук большой. Это вообще чемпионат можно сделать. Камаборга. Не знаю, откуда это вообще все взялось, но это вот есть видос какой-то с ранятного феста, там играют немцы. Я думаю, что это все пошло как примерно вот так же с бревна дерутся, сидят у кого собьет. Я подобных видосов не один видел. И по викингосе, и пацаны угорают. Тоже немцы, кстати. Ну что? Они просто викингов любят. Что скажет известный блогер Голубев? Ладно на другой можно ставить? Да, на другой переворачивать. Мне кажется, что тут. А это курица. Ей пофигу. Пойдем в дом. Ну что? Ну это как клещ. Он приледенел. А? Он приледенел. Ой, блин. Да вот кончается. Как всегда, а? А это не уронился? Теперь давай мне плащ. Сейчас. Я не хочу мократься. Сейчас тебе так ближе. Пока следующий этап будет мега рубилово зимнее. Турнир загадок. Да. Популярно еще. Можете придумывать загадки, но только чтобы он был... Потому что он частично... Чтобы они были частично растащими. Зимой и летом одним цветом. Мой прекрасный красный нос. Радя, ты жива? Я отогреваюсь. Хорошо. Что, мерзнете? У меня ноги вообще прям все. У тебя сколько стелек наскок? Задымишься. С лобачкой. У меня всего лишь три пары носков и вылочные вставки. Ну да. Кто-то подумал, что даже если у меня вот этот, он как бы должен спасти. Но нет. Нифига подобно. Потому что вчера я в зимних сапогах ходил по отцепи. Ну вот этой. А после этого... Ну они, так знаете, основательно подвухли. А после этого стало подсыпаться. Ну гизернется. Ну вот, вот туда. Вот все. Ой. Ну я вот тут отогреваюсь, вы как остановите. Надо вот там лежанку делать. Там самое теплое. Там тепло. Тут тепло. Да, надо досок настелить. Надо делать. Как? Крась, Филин, вы подбросили? Да. Хорошо. Здесь нельзя. В следующей операции. Это самодельные свечки, что ли? Конечно. А я смотрю, стаканчики, да? Форма-то стаканчиковая. Пластиковые. Прикольно. Мы раньше делали, знаешь, вот в сметанных стаканчиках, типо их не жалко? А воск где брали такой? А? Тут не все воск. Тут в основном это старые свечки. Древшие. Ну это все что отскребли, переплавили, да? Да, конечно. Ну и правильно. Интересно, что воск не мешается со всякими там состерениями, он не перемешивается, поэтому восковое отдельное или вот так вот два слоя. Вот видишь там? Я вижу. Он уходил куда-то туда же. Прямо куда-то. В тайгу. В тайгу. До этого он снимал природу. Ополз, он был потерян. Человеческий. Возу хотел искусства. Искусства. Искусства мешочного боя. С золотого сечения приставил нож в горло. Ой, как хорошо так сидишь. Скрупероватый. Так может тебе дать накрыться чем-нибудь? Да у меня ноги, они отогреются, и все будет хорошо. А может ты разумишься? Ты разумишься, ноги закрепли. У него еще вот такого-то... Вам погреться хватило? Такое... Не мочится. Нет. Поддавали, 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 поддавали. Правильно. Ух, я... А то просто Филин все вынашивал и бельце, и он еще другую печку. А дай ее кого-нибудь тайнашки... Я его долго отговаривал. Не задерживаться. Так не делается. Юль, ну было не холодно, если отместить? Было не холодно. А мы наподдавались там, да, в состоянии все-таки погреться и вспотеть. Поэтому мы погрелись. Ну хорошо, погрелись. Не попарились, конечно, но погрелись. Мы напарились, я говорю, ну, надо вас... Мы тоже не напарились, на самом деле. Вот, Макс. Ну, наверное, надо прямо, ну, действительно, назначать дежурных. Короче, на зиму, вот реально... На зиму вообще человек, который чисто отвечает за май. Лёг, я хочу тебе сказать, что я очень хочу, как ни странно, найти этого человека и среди участников военных мероприятий и прочего. У меня... Не студенты, а поедем надо как можно. Я готов, короче говоря, из серии поговорить. Есть люди, которые готовы приехать, хотят попасть на пир, ну, там, надо поболтать. Но при этом, там, не знаю, поговорить с Лёхой Николаевной... Короче, поговорить с псковскими тренажниками, которые не хотят, короче, воевать. Им это все ехало-болело. Но из серии, а почему бы, нет, да, там. Или, там, с просто Алёшей... Алёсой... В общем, если что, если таких людей не будет, я на следующую тогда финскую войну поставлю себе задачу пойти ночевать в лес и ставлю баню вам.